добрый день коллеги сегодня у нас очень интересная тема и эта тема является продолжением всех вот этой серии такой небольшой вебинаров которую мы начали про психологию проекта на то есть как вообще как это делается как чего происходит и как это все должно работать вот и сегодня тема будет тоже очень интересная поэтому заваривайте себе вкусного кофе заваривайте вкусного чайку вот все что вам нужно для того чтобы комфортно провести время и интересно и мы начинаем я макушев денис эксперт-аналитик в бизнесе уже с 90 с 90 с 80 88 года то есть там началось с кооперативного движения и продолжается по сию пору вот поэтому уже больше 30 лет вот поэтому у меня есть чего накопилось много чего накопилось много чего хочу вам рассказать и могу и мы сегодня как раз с вами продолжим нашу прекрасную нашу прекрасную тему нашу прекрасную интересную тему на вот и так коллеги сегодня мы смотрим как у нас автоматизация влияет на организационную культуру и психологический климат в команде эта тема такая она очень важная несмотря ни на что вот и мы с вами мы с вами будем эту тему рассматривать насколько у нас получится глубоко рассмотреть значит мы ее рассмотрим дальше у нас будет следующее дальше у нас будет время на то чтобы обсудить обсудить вопросы вот которые у вас возникнут по ходу и мы двинемся вперед итак что у нас сегодня будет на вебинаре самое главное что мы поймем как автоматизация повлияет на наши ценности наши ценности безусловно меняются мы посмотрим изменения которые произойдут в культуре компании и как командное взаимодействие будет меняться и дальше мы с вами попробуем определить моменты как сохранять позитивный психологический климат и убирать и минимизировать по крайней мере вот эти негативные последствия от автоматизации поверьте они есть и давайте самое главное что мы должны с вами понимать а зачем вообще обсуждать влияние автоматизации на культуру и климат психологический это очень такая тема скользкая скользкая и важная тема да и если у нас на предприятие что-то творится не то в психологическом климате с точки зрения напряженности какой-нибудь там до внутренней у нас проект будет идти очень тяжело он будет идти со скрипом и есть большой риск что он закончится в тот момент и вся автоматизация закончится в тот момент когда вы закончите сам проект да вот и у вас автоматизации не будет и проект кончится тогда и деньги потратите вот поэтому и важная очень тема и когда вот перед началом разговора вот чтобы у вас уже как бы крутилась на подсознание вот вот вам такой вопрос на подумать да вот вот у вас вы уже многие так или иначе автоматизации занимались им и вот мне интересно как вы считаете что больше всего изменилось в культуре вашей компании когда вы автоматизировали те или иные участки своей работы вот вот у вас какие-то процессе разговора когда мы будем у вас какие-то инсайты будут делитесь инсайтами прямо в чате кстати смотрите мы будем в конце в конце в конце у нас будет будет ответы на вопросы вы если у вас какой-то вопрос в голову приходит в процессе разговора вы сразу его пишите сразу пишите в чат и мы тогда уже когда подойдем к этой части вебинара мы уже будем понимать что вебинар что какие вопросы отвечать вот поехали дальше сначала перед тем как мы начнем очень интересно посмотреть статистику а как же в мире вот эта вся история работы то есть не просто на срезе какого-то города какого-то еще а именно в мире да и вот у нас есть такие мировые лидеры вот консалтинга это макинзи что они говорят макинзи говорят что те кто внедряет те компании которые автоматизацию любого чего-либо автоматизируют у них повышается производительность на 20-30 процентов и это происходит в течение нескольких лет то есть это не сразу там на раз у вас 20 процентов там 30 у добавилось производительности нет у вас будет все равно какой-то период такая типа полка такая да и потом будет у вас некий рост в сторону вот будет будет расти будет расти вот эта производительность она достигает это среднее заметьте да у кого-то больше но при этом смотрите тут еще как бы у макинзи есть еще и другая там назовем такая печальная статистика там да что при автоматизации при этом есть риски что теряются или там обновляется до 70 процентов персонала компании то есть вот это тоже надо учитывать это тоже надо понимать причем меняется не всегда это меняются люди которые бесполезны иногда и полезные люди меняются поэтому тоже надо смотреть очень внимательно теперь дальше что еще у нас какая интересная штука есть исследование всемирного экономического форума сейчас же у нас искусственный интеллект и все подряд да вот с этим вот вся обвязка которая вот с этим искусственным интеллектом на работы и что они пишут они смотрите что они на что они предполагают что вот уже в двадцать пятом году который вот грядущий год уже новый год через два месяца вот у нас предполагается что будет создано при помощи и применение искусственного интеллекта 97 миллионов новых рабочих мест представьте себе новые рабочие места понятное дело что не обойдется без сокращения потому что когда возникнет новые рабочие места и там будут новые технологии потребность каких-то рабочих местах отпадет но посмотрите у нас есть положительный у нас есть профит то есть 97 миллионов минус 85 миллионов это получается ни много ни мало а 12 миллионов как бы профит да то есть искусственный интеллект не то что уберет какие-то рабочие места а он создаст дополнительных 12 миллионов то есть 97 миллионов вообще новых там до 85 миллионов но будут они как-то трансформированы вот к этим 97 и еще дополнительных 12 миллионов людей потребуется и вот вопрос вопрос к экономике а где этих людей взять то ну где-то будут брать обучать не знаю из африки завозить как они это любят делать вот и все такое теперь дальше что у нас еще какая есть фишка да у нас прайс ватерхаус куперс да это вы знаете это большая компания которая которая работает с большой четверки там да аудиторская и что они говорят что у них тоже есть подразделения которые делают аудит вот именно айти на технологии и они показывают что на 60 процентов чаще чаще то есть у них там есть как бы количество обращений там да и вот чаще сообщают что сокращаются бюрократические барьеры но потому что какие-то вещи которые раньше подвергались там более подробным проверкам да сейчас уже на себя берет автомат механизм какой-то там да какой-то автомат или какой-то искусственный интеллект и берет эту работу выполняет так что вот какая штука у нас как бы улучшается взаимодействие технически там да потом есть еще американская контора гарнер да которая которая как раз занимается консалтингом и исследованием рынка информационных технологий и они говорят что 56 процентов компаний 56 ну короче больше чем 50 процентов близко к 60 они говорят что изменяется стиль управления командой да то есть менеджеры менеджеры что они теперь делают они делают упор на развитие сотрудников да внедрение у каких-то новых технологий потому что а знаете почему это происходит вот они про новые технологии начинают думать больше потому что у них какая-то часть контролей переходит на механизмы вот и освобождается умственная энергия на то чтобы думать о чем-то более продвинутым вот они в этом смысле и могут теперь сосредоточиться на на новых направлениях вот ну собственно говоря вот такая вот статистика интересная теперь вот после статистики такой захватывающий да но немножко как бы немножко вот перейдем к нашей теме вот наша тема в нашей теме есть такой вопрос который надо главный понимать да что такое вообще организационная культура в бизнесе и что вот такое краткое определение которое можно дать да что это именно система ценностей и внутренних вот этих убеждений которые внутри компании как бы действует да и нормы которые внутри компании именно действует то есть именно вот в этом направлении именно об этом речь да и вот вот именно вот эти три кита они влияют на поведение сотрудников то есть вот наша задача при автоматизации вот эти вещи все сохранить а и ну как минимум сохранить а как максимум сделать их лучше и давайте рассмотрим очень них такие важные вопросы которые связаны с организационной культурой и первый из этих вопросов это взаимоотношения внутри коллектива вот что у нас происходит внутри коллектива у нас есть всегда когда мы делаем когда мы что-то делаем у нас есть всегда должно быть должно быть должно быть у нас должно быть представление о том что было до и что стало после и вот собственно говоря опираясь на данные вот именно исследований которые происходили им на свой собственный опыт вот что я могу сказать по этому поводу во первых когда когда вообще-то взаимоотношения и бизнес как бы только формируется еще в процессе там да то всегда есть такой прямо такая очень хорошая такая командная работа да то есть такое люди общаются плотно у них такое прямо у них прям такой прямо такие душевные отношения внутренние да вот когда начинается бизнес вот когда у вас тут команда стартовая стартаповская команда. Это всегда очень классно. Я очень люблю вот эти моменты, когда подключаюсь к таким проектам. И именно тут очень много личных контактов. И вот эта команда, она как раз-таки дает возможность к автоматизации подойти хорошо. При этом когда автоматизация уже, когда мы делаем автоматизацию, и после автоматизации у нас происходит немножко трансформация вот этого внутреннего общения. И почему трансформация происходит? Ну, потому что автоматизация подразумевает, что какие-то вещи, которых раньше все касались, или вещи, которых касалось много людей, теперь затрагивает небольшое количество коллектива. Или там конкретные члены коллектива выполняют какое-то определенное действие в системе, в которой пользуются все остальные. И уже личное общение его становится меньше. Ну, к сожалению, а может быть не к сожалению. И многие вещи, они оцифровываются. То есть у нас, например, какие-то какие-то просто показатели фиксируются в системе напрямую. Какие-то показатели в системе рассчитываются на основе введенных данных. То есть вот эта вся история входит в жизнь. Дальше уже происходит, например, какая-то коммуникация происходит, например, через чат-ботов. О какой коммуникации я говорил? Про каких чат-ботов? Например, напоминалки всякие разные. То есть когда у нас есть большая компания, всегда есть какие-то моменты. Ну, или там растущая компания болезни роста, вот эти так называемые. Их помогают как раз таки вот эти современные средства коммуникации. Они позволяют избежать вот этих болевых синдромов, вот этого роста. То есть когда кто-то что-то забыл, кто-то что-то не сделал, начинаются вот эти разборки. Вот эти вещи чат-ботов помогают. Ну, автоматизация планирования понятна. Но из минусов, я еще раз повторюсь, конечно же, слабеют эмоциональные связи внутри. То есть вот этот душевный коллектив, вот эта душевная атмосфера, она немножко подостывает, но это не значит, что она исчезает полностью. То есть тут уже дальше должны работать ваши HR, или вы как, если маленькая компания, вы как собственник должны работать, или как директор, вы должны работать в этом направлении, чтобы вот эти эмоциональные связи сохранять. Это тоже большая работа. Теперь дальше у нас при этом подходы к обучению тоже. Что у нас до автоматизации имеет место? Когда у нас происходит большое количество таких личных тренингов, когда особенно лет 10-15 назад было такое, что приходишь в крупную компанию на работу, и у тебя первые недели с тобой всегда какие-то интенсивные занятия происходят. Ты проходишь какое-то обучение внутренним стандартам, тебе какие-то техники безопасности, еще что-то там, инструкция работы с системами и прочее, прочее. То есть тебя вот этому обучают, причем живые сотрудники, это все происходит так в живом общении. Теперь этого становится все меньше и меньше. Сейчас очень много всяких разных систем есть, которые позволяют создать именно автоматическое обучение человека, то есть автоматическое обучение, автоматический прием зачета по итогу вот каждого блока обучения. То есть человек, приступая к своей работе, после того, как система, ваша система, которую вы настроили, она дает возможность, она дает зеленый сигнал, что типа этот человек готов. Вот. Дальше вот эти вещи, что такая штука раньше была наставничество, да, то есть когда человека закрепляли за каким-то более, нового человека закрепляли за каким-то более опытным сотрудником, и он ему объяснял, как делать какие-то умные вещи по проекту. Вот. Теперь после автоматизации, как я уже сказал, да, есть онлайн-платформы, когда она уже, если мы автоматизируем вот это процессы обучения, и новые какие-то новые вещи, новые фишки, которые появляются в компании, во-первых, они у вас сразу автоматически делается рассылка на заинтересованных лиц, и заинтересованные лица проходят обязательное, например, обучение, да, и потом обязательное тестирование. Вот. И здесь снижение личного взаимодействия, оно, с одной стороны, оно, с одной стороны, как бы, ну, можно сказать, ну, еще раз говорю, снижает как бы такую духовность там внутреннюю, там, да, но, с другой стороны, оно повышает механистичность компании, да, потому что у нас любой бизнес, он, в конце концов, имеет одну цель – зарабатывать деньги, да, вот, какую-то приносить пользу, ну, приносить пользу обществу как максимум, как минимум приносить пользу собственникам и коллективу, который работает в этой компании. Поэтому вот эти вещи, их достаточно легко, легко они автоматизируются, и как это обучение там, да, вот, как, что я, например, вижу хорошего, когда снижается личный контакт при обучении. У вас всегда стабильное качество подачи материала, да, то есть, если у вас есть какие-то записанные ролики, они у вас там включаются, система, они у вас прокручиваются, вот, потом после ролика там или ролики, или там нарезка какая-то, где там каждый блок побуждает к действиям вот обучаемого там, да, и у вас всегда вот эта механистична происходит, то есть, там нет никакого раздражения, нет зависимости от погоды, от настроения, у вас все стабильно, то есть, у вас всегда стабильное качество, то есть, вы понимаете, что вот этот материал, которому вы обучаете, он заходит человеку или не заходит. Если не заходит никому, вы, значит, начинаете понимать, что, ну, что-то вы не так сделали, там, да, начинаете менять материал. То есть, вот эта штука тоже хорошая. Теперь по поводу очень важная штука в бизнесе всегда – это нововведение и инновации, да, то есть, не обязательно это связано с автоматизацией, иногда это связано, к примеру, не иногда, а очень часто в производственных компаниях. Нововведения и инновация, например, кто-то, что-то, кому-то мысль пришла умная, они автоматизируют какой-то или оптимизируют какой-то производственный процесс. Такое бывает, это нормально, вот. И причем до автоматизации, когда вот про эти нововведения, там, да, как они работают, есть там всегда, ну, есть такое понятие, там, как стратегические сессии, креативные сессии, какое-то совместное собрание, и вот собираемся штурмим какую-то тему. И вот когда во взаимодействии какие-то новые идеи рождаются. То есть, именно фокус на людей. Здесь, когда мы, если мы говорим про автоматизацию именно процесса инноваций, планирования вот этих вот нововведений, то здесь уже подключаются, например, тема с анализом больших данных. То есть, большие данные бигдейта вы многие слышали, но потом мы еще этого коснемся. На основе машинного обучения по этим большим данным. И все больше и чаще я встречаю в работе, что люди используют в работе искусственный интеллект. Как бы это ни звучало, но искусственный интеллект он помогает в работе. Нельзя на него всецело опереться, пока еще нету там. Ну, это искусственный интеллект так, ну, условно так, искусственный интеллект пока что еще. Вернее, он интеллект, но его нельзя назвать сто процентов интеллектом. Там очень много всякой чуши выдается, когда через него делаешь. Вот. Поэтому там все все равно жесткий контроль. Но тем не менее, вот на больших данных, вот когда вы систему свою, если будете с использованием искусственного интеллекта что-то делать, тут от качества того, как вы научите машину ориентироваться в вашей информации, вот у вас будет и соответственно качество рекомендаций будет соответствующее. То есть, здесь у нас личную инициативу никто не отменял, и творческий подход, да, человеку он присущ, и он будет, и останется навсегда. Но, например, мне, как творческому человеку, мне было бы очень удобно, если бы мне, например, ну, я что-то придумал, какую-то идею, я могу быстро какие-то данные собрать под свою идею, там, проверить, например, формулу, как она работает, да, или проверить какой-то отчет, как он работает, то есть, но чтобы не я при этом там колупался в этой базе данных, а чтобы мне это быстренько собрал искусственный интеллект. То есть, это все сохраняется, но оно переходит на следующий уровень, то есть, я могу больше, у меня появляется большая скорость и больше маневра появляется в моей работе, то есть, вот эта штука очень крутая и имеется в виду моей, я говорю в моей, говорю, имею в виду, понятное дело, вашу компанию, там, да, то есть, я как бы выступаю как компания в данном случае, как олицетворение. Вот, теперь дальше у нас по взаимодействию с клиентами. Вот тут очень интересная тема, она очень интересная, и она очень, у многих, она очень больная, эта тема, потому что, к сожалению, есть, ну, когда вот особенно рост идет у компании, там, да, развитие, там, вот эти болезни роста связаны с тем, что клиентская база растет, мы не успеваем со всеми клиентами, а клиенты требуют внимания, вот, мы не успеваем со всеми нормально коммуницировать, там возникают споры, какие-то потери, продаж там, да, вот клиент уходит к другому и так далее, и тому подобные вещи. Вот, и вот здесь, например, то, что раньше до автоматизации строится там на личных контактах и долгосрочные отношения строятся именно на основе именно личностных качеств самого вашего менеджера, то теперь, то теперь у вас, когда вы автоматизировали и сделали, и вы поняли свои, и вы знаете, даже самое главное, вы знаете своего клиента, вы можете какую-то часть коммуникации переложить на чат-ботов, например, да, то есть какие-то заказы у клиентов вы можете принимать через какого-то чат-бота специального, да, который заказы принимает, вы можете, например, через CRM-системы, вы можете просто в принудительном порядке там настроить, чтобы как минимум вашему менеджеру пришла напоминалка, что у какого-то из клиентов день рождения, ну, как минимум, или там дата какая-нибудь, там, круглая дата компании, например, да, чтобы вот такая мелочь, вот эти, и которые формируют как раз ваш, ну, как-то, ваш портрет в глазах клиента, вот чтобы они отрабатывали автоматически и срабатывали в любом случае, там, да, или какая-то авторассылка, вот, и здесь еще какая фишка, вот когда вот мы говорим о взаимодействии с клиентами, у нас снижается риск потери базы данных клиентов, потому что, когда и нету автоматизации, вот этого, нету CRM-ов, вот, все это дело в блокнотиках или в Excel-чиках, которые находятся у менеджеров по продажам, и как только менеджер по продажам решит, что ему в другой компании предложили больший процент или большую зарплату, там, в зависимости от того, в какой сфере он работает, он берет эту базу данных и успешно с ней уезжает в новое место, и, соответственно, с этим менеджером, если он нормальный и хороший, то с ним уезжают и клиенты, то есть, тут тоже очень большой риск, и вот когда как раз эти CRM-ы имеются, там, да, у вас вся информация, вы так или иначе эту информацию у себя сохраняете, то есть, это с точки зрения безопасности, оно, именно, это то направление, в которое надо смотреть. Теперь посмотрим на психологический климат, да, то есть, психологический климат, это что такое? Это, как люди себя чувствуют в вашем коллективе, да, то есть, эмоциональная атмосфера внутри команды, и в зависимости от того, какой это тот климат, психологический атмосфера ваша внутренняя, люди и воспринимают изменения в зависимости от этого, и давайте теперь посмотрим, как это работает. Вот, у нас, у нас есть такая штука, что психологический климат, он может повлиять как положительно, позитивно на автоматизацию, так может пойти и что-то наоборот, да, то есть, что-то может пойти не так. И вот посмотрим теперь, как положительный психологический климат способствует внедрению. ну, первое, что если вы открыты к изменениям, да, то есть, ваша компания, вы находитесь в каком-то нормальном, нормально относитесь к изменениям, да, и вы, у вас там нету какого-то жесткого авторитарного стиля управления, то, соответственно, у вас и сотрудники, которые работают в компании, они, ну, они, они позитивны, они настроены на улучшения, они, у них постоянные всплески каких-то вот инициатив, какие-то вот появляются новые идеи, инсайты, вот, то есть, это, и вот именно, когда вы строите внутри компанию, внутри вот, вот именно компанию свою как открытую для изменений, там, да, вот для инициативы, то, соответственно, когда вы что-то будете делать новенькое, вот, то сотрудники, они видят возможности, когда вы что-то делаете, то есть, у них нет понимания, что сейчас что-то новое, вот мы делаем машину, которая всех нас задавит, да, вот, поэтому здесь очень, вот это важный момент, да, что открытость к изменениям должна быть. Дальше у вас, ну, связанные, связанные, это поддержка руководства, то есть, вот, если руководитель, который, ну, руководитель или руководители, то есть, топ-менеджмент компании, если, вот, есть поддержка сотрудников, да, то есть, когда идёт, Когда идет постоянное какое-то обучение, людям объясняют, какие-то новые технологии появляются, людям сразу технологии показывают, вывозят на выставки и так далее, то люди, которые работают в компаниях, они чувствуют уверенность, они спокойны, они видят, что от них ничего не скрывается. То есть они присутствуют полностью в информационной среде, которая связана с бизнесом, они понимают, что их не ограничивают в знаниях, они чувствуют себя спокойно, они хотят получать что-то новенькое. Более того, когда поддержка руководства связана не только, что вы какую-то информацию открываете, а вы еще можете просто банально материальное стимулирование какое-то сделать. Например, говорить людям, что, например, появляется какая-то модная тема в вашем маркетинге, например, вам приносит информацию, что вот какая-то новая тема в вашей сфере, начался тренд какой-то. Вы можете какие-то KPI поставить людям, что вот если вы изучаете эту тему, вот у вас есть какая-то система сертификации внешней или внутренней, то за наличие сертификата там идет либо премия, либо идет повышение зарплаты, условно говоря. То есть у людей есть стимул, то есть у них, наоборот, они понимают, куда стремиться. И, кстати, такой из позитивных моментов один могу сказать, вот то, что, на мой взгляд, позитивно влияет на мотивацию. Когда вы людям говорите, дорогие товарищи, я вам буду индексировать зарплату, но я вам ее буду индексировать не то, что там просто взял и проиндексировал всем автоматом, а я ее проиндексирую вам при условии, что у вас какие-то будут заслуги внутренние. То есть у вас, что ваши заслуги будут перед моей компанией, вот, я вам в таком случае буду индексировать зарплату, но вы эти заслуги должны как бы формализовать, да, то есть в виде какого-то документа, сертификата, еще чего-то вот должно быть, да, то есть вот это очень полезная штука. И таким образом, кстати, когда вот такая мотивация у вас будет построена, вы от ненужных сотрудников избавитесь автоматически, то есть они сами будут выходить, потому что у всех будет зарплата расти, а он там ничего из себя не представляет, сидит там, ждет там, не знаю, непонятно чего. Вот, он просто подумает, что ему надо уйти в другую компанию, где не требует постоянного развития там, да, то есть не требуется, поэтому он раз-раз и свернул монатки и свалил. Вот, поэтому вот в этом направлении надо действовать. Дальше у вас идет по поводу вот этой коллективной ответственности, да, которая в командах есть. Вот, то есть если у вас есть, ну вот, особенно я говорю на стартапы там, да, или какая-то вот, что-то у вас вот, начало какой-то бизнеса или начало нового направления, вот. И у вас есть вот эта именно внутренняя вот эта душевность, да, вот о чем я говорил вначале, то коллектив, вот такой коллектив автоматизацию воспринимает именно как улучшение того, что они делают, да, то есть они в этом видят, они в этом видят движение вперед, и они не воспринимают автоматизацию как какой-то риск, да, для себя. Вот, дальше у нас еще какая фишка есть, что для того, чтобы у вас сам продукт, который вы автоматизации, ну, или объект, который вы автоматизации подвергаете, чтобы он работал вот как надо, да, потому что работать с ним будете не вы, а будут работать сотрудники ваши, вам надо обязательно вовлекать людей в процесс, вот, в процесс выбора, там, да, вот, например, системы, там, да, там, оборудования какого-то, то есть чтобы люди активно занимали какую-то позицию, там, да, какую-то активную в вашем процессе, в вашем бизнес-процессе, потому что это важная история, если вы будете, например, что-то там продавливать, чего, ну, какое-то, например, неудобное какое-то, там, оборудование, там, завозить, ставить на какую-то автоматизацию, ну, будьте готовы к тому, что какие-то люди просто уйдут, потому что они скажут, ну, что я буду на этом вот кривом, там, косом, чем-то, там, оборудовании что-то делать, и, там, здоровье, это ущерб здоровью, ущерб умственному здоровью, когда, там, работаешь на какой-то там ущербной технике, вот, или на ущербном каком-то месте, вот, поэтому, вот, людей надо именно, им создавать хорошие условия благоприятные, чтобы им хотелось, хотелось использовать вот эти, то, что вы автоматизировали. Теперь самое важное еще, вернее, не менее важное, чем положительные стороны, там, да, знать отрицательные стороны. Объясню, почему отрицательные стороны надо, вот, некоторые говорят, ну, что там, мы так знаем, в негативе живем постоянно. Нет, у нас всегда есть баланс, то есть, где-то прибыло, где-то убыло, то есть, получается, и природа такова, что, чего бы хорошего вы не сделали, всегда, вот, автоматически чего-то плохое добавится, вот, поэтому наша задача, вот, когда мы делаем, сделать, вот, добиться вот этого баланса, чтобы не жизнь вас там выбила, там, да, как пробку там выбила и вот чего-то там вот достигло своего баланса, а именно вы должны понимать, что что-то улучшая, вы чего-то ухудшаете, там, да, вот, чего-то становится не так. Вот, и здесь какая штука появляется, да, вот, есть у людей при автоматизации, с чем я сталкиваюсь регулярно, сталкивался и сталкиваюсь, что люди банально боятся потерять работу, вот, и вот эта штука, когда мы чего-то автоматизируем и люди автоматически становятся как бы не нужны, да, ну, например, мы какую-то сделаем, например, у нас был какой-нибудь архивист, условно говоря, про электронные архивы, если мы говорим, да, вот, и был какой-то архивист, который там, вот, архивариус, у которого были вот эти архивные вот эти талмуды, в которых он это все писал, он знал, где у него что-то находится, а тут ему раз вот эту писанину убрали, все, ему поставили компьютер, из которого автоматически выходит, там, например, там, вот эти подборка, подборка, куда ему идти, чтобы взять нужный документ, да, то есть ему не надо уже самому это что-то делать, у него пропадает большое количество работы, и он начинает думать, что если я не буду этой писаниной заниматься, ведь начнут думать, что я там теряю свою полезность и меня могут сократить, вот, вот, чтобы таких мыслей не возникало, значит, надо просто думать, как, когда мы человеку вот что-то автоматизируем, надо ему объяснять, что его освобожденный ресурс трудовой, он будет применен в компании, да, то есть, говоря таким модным языком сейчас, он будет утилизирован, ресурс, да, внутри компании, ну, как бы, в том плане, что применен, да, вот, теперь дальше, у нас есть такой большой негатив, да, если нету поддержки, когда нету поддержки со стороны руководства, там, да, и нету обучения какого-то, да, когда, когда какой-то, когда люди, например, объясню, как это выглядит со стороны, вернее, внутри коллектива, когда какая-то происходит, какая-то работа по автоматизации, там, да, какое-то закупается оборудование, какая-то программа устанавливается, еще чего-то, а люди, вот, они работают, и им никакого никто не объяснил, что происходит, вот, они просто пришли утром на работу и видят, что у них что-то там прикручивают, там, да, какие-то меняют столы, прикручивают какие-то станки, там, не знаю, что ставят, и люди такие, блин, что происходит-то, мы вообще, с нами все в порядке будет, с компанией нашей все в порядке, вот, и вот у них, вот это, вот это возникает, такое у людей тоже, как бы, вызывается страх, вот, и поэтому, да, нужно постоянно какие-то, вот, делать информационные какие-то обучения, там, собрания, объяснять людям, что, или, там, и обучать, там, вот этим, все, что новое вы предполагаете, вот этому надо предварительно обучать даже перед еще, то есть, знаете, как это называется, предварительный инструктаж, инструктаж уже по факту, там, да, то есть, вы сначала людям рассказали, что с ними будет, там, да, а потом, когда уже оборудование поставили, вы сказали, ну, помнишь, я тебе рассказывал об этом, Вот теперь у тебя, смотри, вот она кнопка, которую я говорю, нажимай. Условно говоря, и человек ее нажимает, радуется. Теперь дальше. Есть еще такая штука, очень большая проблема. Во многих коллективах оно присутствует, что у сотрудников банально есть недоверие к руководству. То есть, когда сотрудники видят, например, что на собраниях, даже проводят собрания в таких компаниях, где есть недоверие. Но когда на собраниях руководство заявляет какие-то одни инициативы, а по факту делается что-то другое, будьте уверены, кстати, как руководители здесь присутствуют, будьте уверены, что это видно, когда вы что-то заявляете одно, а делаете другое. На местах это все люди видят. Пускай они вам в глаза чего-то не говорят, боятся, кто-то стесняется, еще чего-то. Но имейте в виду, что это людям видно. Они об этом говорят как минимум между собой. И когда это между собой происходит, это все, это, считай, пиши пропало. То есть, надо вам прямо срочно что-то, ну, начинать с этим работать. То есть, имейте в виду. Вот, теперь дальше у вас еще какая штука? Вот когда есть в компании неулаженные конфликты, да, и какая-то вот неправильная конкуренция внутренняя. То есть, про правильную конкуренцию я вам сказал чуть-чуть выше, да. Когда вы говорите в мотивации для сотрудников, вы говорите, что ты, получая новые квалификации, новые там сертификаты, вот, обучаясь новым технологиям, которые мы предполагаем, что они будут работать для пользы нашего бизнеса. Вот, и мы тебе будем за это там платить. То есть, это правильная мотивация, правильная конкуренция. И люди, они уже друг с другом не конкурируют так, что типа отжать у кого-то заказ, еще чего-то. Они поднимают свою компетенцию, вот. Вот, и уже им автоматически, когда у них подтвержденная компетенция, им, например, если вы систему у себя настроили так, что у вас как-то нагрузка распределяется по сотрудникам в зависимости от компетенции, подтверденных и зарегистрированных в системе, то у вас, получается, ему автоматически начинает идти больше заказов. У него загрузка больше у сотрудника, он начинает получать больше зарплаты. А тот, кто ничего с собой не делает, у него по-прежнему все остается, он работает в каком-то непонятном темпе, вот. И в конце концов, я говорю, он просто уходит. То есть, вот это правильная конкуренция там, да. А есть такая, есть вот много таких вот, я встречаю тоже коллективов, к сожалению, что есть, например, внутри даже одного отдела, может получаться так, что, ну, никакого какого-то обучения нету, мотивации такой специальной нету, но людям ставят такие условия работы, что они друг у друга вынуждены отжимать клиентов там, да, какие-то заказы отжимать, искать какие-то пути для того, чтобы получить себе больше работы, а своему коллеге не дать эту работу выполнить. То есть, вот эта вот нездоровая история, она, и вот если вы еще вот в этом автоматизацию сделаете, это все, это будет тушить и свет. Вы постоянно будете в каких-то конфликтах, вы погрязнете в этом деле. Поэтому вот эти вещи обязательно надо разруливать. Ну, вот то, что я говорил, да, что как улучшить вот этот психологический климат для того, чтобы автоматизацию, как бы повысить шансы на успешность. То есть, вы, выполняя эти рекомендации, вы не достигнете 100% успеха. Вы просто увеличите шанс, что успех будет, да, вот. И, значит, вы делаете важное, что было у вас открытое общение и поддержка, да, о чем я говорил, то есть, вы, ну, информационное поле вы создаете, чтобы люди понимали, что происходит. Вот, дальше, когда вы что-то, ну, вот, собственно говоря, когда у вас вот все это прозрачно, когда люди видят, понимают, к чему это идет, это, я говорю, улучшает обстановку и улучшает мотивацию однозначно. Вот, программа обучения и поддержки тоже вы поняли, вот, и командное взаимодействие. Командное взаимодействие именно, оно возможно именно в условиях вот этой вот правильной конкуренции, которую я сказал, да. То есть, там как бы конкуренция без конкуренции, то есть, тут, понимаете, да, еще, то есть, то, что я вам говорил раньше. Вот, теперь, дальше, что мы делаем? Теперь мы смотрим, с вами посмотрим, как у нас автоматизация может положительно повлиять на наши процессы, да. То есть, когда мы делаем нормальную автоматизацию, правильную, у нас правильно, именно когда автоматизация сделана правильно, автоматизация любого процесса, то есть, я не конкретизирую, у нас так или иначе становится бизнес-процесс наш прозрачным, да. То есть, мы можем через систему, мы можем увидеть, что происходило, да, на пути от заказа, например, клиента до отгрузки. То есть, мы вот эту, вот, всю цепочку, всю цепочку взаимодействия внутри коллектива, внутри команды, мы это все можем увидеть через документы, через систему. То есть, вот это очень круто. Вот, дальше, когда мы внедряем инновации, да, несмотря на то, что, ну, какая-то, кажется, что что-то автоматическое, оно убирает нашу функцию какую-то человеческую. На самом деле, это все не так. Вот, внедрение инноваций, оно всегда стимулирует развитие навыков. Это стопудово. Хотя бы вот эти, вспомните движение лудитов в Англии, когда было, когда лудиты, это когда вот в Англии они станки ткацкие придумали автоматические, не ручные, автоматические. И вот там вот эти лудиты, они что делали? Они ломали эти станки, они говорили, ну, нас же сейчас этих вот ткачей оставят без работы. На самом-то деле, все наоборот произошло, да, то есть, там выросло производство ткани, там, да, потребовалось, наоборот, больше ткачей. Ну, не то, что больше, а по отношению к тому количеству, которое было, вот, у них дефицита не было в работе. Вот, просто отношение изменилось, да, и качество труда повысилось. Вот, теперь дальше, когда у нас есть автоматизация, там, да, автоматизированы какие-то процессы, люди уже не заняты тем, что они там с утра до ночи там копаются в чем-то в рутине, а у них уже какие-то часть задач, часть рутинных задач решена системой, вот, и людей можно, их ресурс человеческий, трудовой, можно потратить на что-то более такое полезное для компании, да, то есть, в их же профессиональной сфере, вот, но более полезное для компании. Что я имею в виду? Например, человек всегда сидел, например, какой-нибудь там, вот тот же самый архивариус, там, да, вот он сидел в архиве и постоянно писал вот эти свои книги, там, вот, фиксировал эти документы, ему пачки документов приносят, он их там раскладывает по делам, расписывает какие-чего, вот, занимается вот этой писаниной целыми днями. Вот, в итоге, когда к нему приходит запрос какой-нибудь там, да, что подбери ко мне, товарищ, там, вот, подборку документов сделай мне в суд идти, там, условно говоря, там, послезавтра в суд идти, а человек, он не может тебе нормально выделить время, потому что он тебе выделит время на подбор вот этих твоих документов, а у него вырастет пачка этих, которые он не успел обработать, там, да, вот, описать. Понимаете, то есть, вы с большей пользой будете расходовать ресурс этого человека, когда вы ему сделаете электронный архив, вот, и это тоже надо ему объяснять. И вот, смотрите, ну, тут, как бы, не мог я без этого, вот, примеры успешных компаний, да, где, вот, именно, когда они автоматизировали, и развитие возникло, да, и открытость, и инновации, где. Где. Я специально взял такие, те, которые у всех на слуху, которые у всех на виду, да, это Google, вот, это Amazon, тоже все знаете, Tesla, тоже все знаете, ну, кто-то любит, кто-то не любит, но она существует и успешно существует, да, Procter & Gamble, вот, Siemens. Причем, заметьте, заметьте, что компании-то все вот эти, которые есть, да, вот, это все какие-то иностранные там, да, и, учитывая, что не то, что они какие-то иностранные, а они в основном американские, там, да, только Siemens тут затесался немецкий, вот, американцы, почему американские, потому что там в Америке вот эта культура автоматизации, она очень давно уже, да, они там, они постоянно в этом направлении работают, и вот, собственно говоря, вот из таких вот прямо крутых-крутых, это вот, например, Google и Tesla, да, вот, что одни, что другие, у них прямо очень сильно с автоматизацией, и очень много на это завязано, и очень позитивный результат от этой автоматизации, что самое важное. Вот, теперь, что у нас есть, когда, что у нас происходит, когда с автоматизацией что-то происходит не так? Вот, у нас это, это есть, это есть, причем это происходит достаточно часто, к сожалению, пока что еще, да, у нас, если что-то пошло не так, то между сотрудниками и руководством снижается доверие, да, и вот оно всегда, это недоверие касается, оно связано всегда именно с потерей работы, это основная причина вот этих вот конфликтов, возникающих при автоматизации и сопротивлении. Причем оно, как у сотрудников есть страх потери работы, так и у руководителей. А почему? Да потому что компания, ну, вернее, система, она на себя может взять, какую-то часть руководства, условно говоря, ну, в чем руководство там? Контроль каких-то процессов. Это вполне на себя система может взять, там, да, любая ESM-система, вот, она может на себя взять контроль, функцию какого-то руководителя среднего звена, условно говоря, да, то есть она будет брать совершенно спокойно, управлять взаимодействием сотрудников без участия человека, то есть один раз, один раз настроив правила, это все будет работать, поэтому руководители какие-нибудь, они боятся этого, и будьте уверены, что они вам будут объяснять, почему автоматизировать что-то плохо или невозможно вообще, да, вот, поэтому это имейте в виду. Теперь дальше у вас, когда идет, когда идет вот такая низкая информативная информатизация, ну, мало информации об автоматизации, когда все идет как снег на голову, там, да, вот эти сюрпризы с сюрпризами, то чем больше вот этого, то увеличивается стресс и сопротивление, да, то есть люди начинают, люди начинают бояться изменений, то есть вот это вот, конечно, тоже большой минус, да, вот. И что еще у нас происходит, когда это как бы основной страх у людей, ну, это в принципе, да, иногда происходит, к сожалению, что между людьми из-за того, что вот теряется живое общение, все через компьютер начинается, да, вот теряется вот эта душевность, это взаимодействие, да, между людьми. И хотя, например, исследования показывают, что тот же самый PricewaterhouseCoopers, они показывают, что снижение барьеров, там, да, на 65%, то, что я говорил вначале про статистику, но тем не менее, как бы какая-то часть барьеров-то остается. Самые высокие барьеры, они становятся еще выше, да, они могут быть разные. И давайте мы посмотрим, у кого не задалась автоматизация, там, да, из крупных. Вот кто ездит за границу, кто путешествует, вы знаете, что вот есть такая компания Hertz, когда в Европу приезжаешь, они везде, там, аренда автомашин, да, этот вот Hertz. И, например, американский Walmart. Вот они, на самом деле, у этих товарищей, у них, ну, я такие взял выпуклые примеры, которые все, ну, по крайней мере, большинство о них знают, вот, об этих компаниях. И вот у них, что они, во-первых, промахнулись, с чем? Они свою основную автоматизацию затеяли перед ковидом, да, вот этот ковид-19, которая была в 2019 году, вот у нас началась вот эта пандемия, вот. И вот они как-то, ну, очень неудачно они вот это все дело выбрали, моменты, да. И, конечно, как раз-таки это совпало, окончание их проектов автоматизации совпало с тем, что ковид начался. Понятное дело, что с точки зрения издержек компании за счет этого как бы сумели остаться на плаву, потому что они уменьшили издержки на сотрудников там, да. Вот. Но при этом у них была очень... у них очень серьезные проблемы были внутри коллективов. Там были забастовки и все, что угодно. И там, и, собственно говоря, у Херца у него там большие проблемы возникли, потому что там все равно человеческого труда много. Там же с этими машинами там, да, там их там... Как это называется? Сервисное обслуживание. Ну, вообще вот эта вся история, там, да, Walmart. Там тоже у них кассиров там заменяли, там, да, на роботизированные терминалы. И там тоже у людей тоже, понятное дело, что люди... Ну, кассиров же будут убирать. То есть сидела тетушка там на кассе, там, да, и говорят, ну, завтра будет тот автомат. Ну, стресс, волосы дыбом, и пошли забастовки и жалобы во всякие проверяющие инстанции. В Штатах тоже там проверяющих хватает. Вот, поэтому тут история с этой автоматизацией. Вот вам, пожалуйста, вот конторы, у которых были проблемы. То есть они с этими проблемами плюс-минус там поборолись, но все равно у них еще сохраняется такая история. Вот. И опираясь на то, что я уже сказал, вот, у нас есть такая штука. Вот вы можете там себе заскринить вот эти вопросы, которые вот я сейчас вывел на экран. Вот. Надо бы вот на эти вопросы ответить или там поразмышлять, по крайней мере, перед тем, как автоматизацию начинать. То есть, во-первых, как адаптировать культуру компании к автоматизации, потому что мы все знаем, мысль основная, что как бы автоматизация, она должна подстроиться под нас. Но не всегда так получается, потому что некоторые процессы, когда их делаешь автоматизацию, там многие вещи спрямляются. Многие вещи, то, что делалось, например, как-то через какой-то странный механизм принятия решений внутри человеческого коллектива, с участием машины, оно изменяется, убирается какие-то вещи. Потом дальше, что может быть, какие ценности в вашей компании усилятся или утратятся при автоматизации? Вот эту вещь тоже для себя ответьте. Потом дальше, как автоматизация усилит доверие в команде? То есть, может ли она это сделать? То есть, вот это тоже обязательно. И какие меры предпринять, чтобы минимизировать страхи сотрудников? Ну, мы об этом с вами говорили, когда я вам предыдущие слайды говорил, но вы, тем не менее, должны все равно то, что я вам говорил, посмотрите потом запись. И вы прямо можете посмотреть, для себя накидать какой-то список решений. То есть, у вас там будут, вы будете когда пересматривать, переслушивать, у вас еще какие-то инсайты будут возникать. Поэтому эти вещи тоже вопросник вот это себе включите. И дальше вам нужно подготовиться к автоматизации. То есть, вам нужно как-то изменить систему ценностей компаний. Как изменить ее таким образом, чтобы это воспринималось как позитивное, вот эти автоматизации как положительное изменение воспринималось. То есть, как изменить систему ценностей компаний, чтобы автоматизация воспринималась как положительное изменение. Но в любом случае, нужно всегда понимать, когда вот у нас идет процесс автоматизации, что есть большой риск того, что у нас будут улучшения, безусловно, но что-то будет разрушено. Это безусловно. Без этого никак не обойдёшься. Потому что какие-то моменты культурные, о которых я говорил вначале, как общение человеческое, как вот это взаимоотношение с клиентами и всё такое, оно в чём-то улучшится, в чём-то будет изменено, что-то будет разрушено. Поэтому вот эти вещи надо тоже понимать. И самая ещё такая вещь, на которую нужно обращать внимание, это что психологический климат, психологический климат в команде надо поддерживать. То есть, это, я говорю ещё раз, общение, информирование, какое-то обучение. То есть, вот это очень сильно двигает людей в сторону успеха. Ну и вот сотрудничество и открытость. То, что я говорил, это подчёркивает нашу, завершает мысль про нашу автоматизацию. Вот, собственно говоря, на этом моё повествование, вот как бы то, что я хотел рассказать, оно закончилось. Теперь давайте, наверное, посмотрим, что у нас там есть в чате. В чате у нас есть вопрос по поводу того, что запись. Да, запись будет. Запись будет у нас размещена на портале корпоративном, и вы сможете это всё дело посмотреть оттуда. Короче, оно будет в доступе. Оно будет на портале, оно будет и на всех видеохостингах, которые популярны, где это будет. Так, какие ещё есть вопросы, коллеги? У нас 10 минут осталось. Вот, и предлагаю их использовать с пользой для нас, для всех. Так, ну что-то как-то не... вопросов пока нет. Ну, в любом случае, смотрите, есть вопросы или нет сейчас. Если они у вас возникнут по ходу, там, будете пересматривать запись. Вот, сейчас будет у вас как-то информация внутри перерабатываться там, да, потому что не сразу... Это нормально, когда вопросов сразу нет, потому что тема сложная. Вот, тема сложная, но мы её очень быстро пролетели с вами, да, заметьте, мы прошли там 50 минут, и мы эту тему там, такую глыбу такую дам, да, вот я постарался вам её как бы вернуть в сознание. Вот, но да, там какое-то время уйдёт на усвоение материала, но ничего страшного. Вот, какие-то сайты у вас будут, и вы можете вопросы задавать потом и присылать, например, в нашу техподдержку, и мне передадут. И мы под эти вопросы, может быть, снимем там отдельное видео коротенькое там, да, что не будем целый вебинар собирать. А можем по-другому сделать. Смотрите, мы ещё, ещё там через неделю у нас ещё, мы ещё будем вебинар вот на... ну, там уже следующая у нас будет тема. Вот, но мы можем... какие-то вопросы вы приготовьте. Вот, придёте, когда на следующий вебинар, вы можете вот эти вопросы тоже задавать. Кстати, кстати, кто здесь присутствует из, например, кто на прошлых вебинарах был, и по прошлым вебинарам были вопросы, возникли вопросы, вы можете их тоже сейчас задать. Вот, мы можем это всё дело обсудить. Либо, если у вас, если, ну, кто-то, если много-ногеньких, вот, кто пришёл, вы можете найти записи, вот, iPadGen в каналах на наших, на видеохостингах, можете найти записи на нашем портале корпоративном, вот, и, собственно говоря, их посмотреть и задать вопросы, которые у вас возникнут в процессе просмотра. Вот, коллеги, я, собственно говоря, на этом, на этом я доклад закончил. Михаил, у нас там есть какие-то альтернативные вопросы вдруг? Да, вроде как, пока что других вопросов не обнаружено и не замечено. Ну, ладно, коллеги, в любом случае, даже если вопросов дополнительных нету, вот, ну, когда они появятся, подключайтесь. Ну, на этой тогда, на этой торжественной ноте разрешите откланяться. Было с вами безумно приятно. Вот, надеюсь, что вам тоже было приятно и посмотреть, и послушать. Надеюсь, что информацию, которую я дал, она тоже была полезна. Вот, приходите на следующие вебинары, следите за анонсами. Всё, тогда расходимся, да? Всем хорошего дня, коллеги, да. Всем хорошего дня, спасибо за внимание. До свидания. До свидания.